Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Пенхаз, события предыдущей недельной главы, рассказывает, как Белам, Балак нанял Белама, чтобы он проклял еврейский народ. Вместо проклятий вышли благословения, мы об этом говорили. И тогда Белам, видя свою неудачу, ненависть к еврейскому народу у него присутствует, он дает дельный совет Балаку. Он говорит, что еврейский бог ненавидит разврат и ненавидит этого поклонства. Если он начнет грешить этим, то тем самым, если ты собратишь его, тем самым Всевышний разгневается на еврейский народ, а тут ты под боком и как палка в руках Всевышнего, ты выполнишь то, что Всевышний задумал, и он накажет еврейский народ, и ты победишь. Вот тебе, пожалуйста, возможность победить еврейский народ. Известно, что за такой страшный совет он был потом казнен, но это отдельное дело, он погибет за этого совета своего. Но мы говорим о том, что совет оказал действие, и действительно Белам был хороший советчик в этом отношении, в кавычках, он дал этот совет, и Балак начинает действовать, он посылает в еврейский стан блудниц, и в том числе свою дочь личную, и это история в конце этой главы. Он посылает блудниц, эти блудницы выполняют свою миссию, совращают еврейский народ. И ничего удивительного, ведь это Маав, Миав от слова, это потомки, это развратные народы, которые произошли от своего отца, и даже не скрывают Миав, поэтому Маав от слова Миав. Вот, и вот этот развратный народ делает эту функцию, кстати, рассказывает очень интересно, мидраж, как это происходило, они торговали шелком, или льном, я не помню. И когда еврейский народ подходил, то есть там продавала пожилая женщина, он заходил, говорит, что-то у вас выбор маленький, говорит, а вот вы зайдите в ту комнату, там выбор побольше. Заходит, он начинает демонстрировать полуобнаженная женщина этот выбор, и как в том фильме «Невиноватая», он сам пришел, то есть на него это оказывает неизгладимое впечатление. И он не может устоять, хочет согрешить с этой девушкой, которая только этого и ждет, как бы, и его к этому, как бы, пытается подвести. Вот, она говорит, подожди секундочку, нужно поклониться моему богу. Какому моему богу? Бог Байпиор. Слово пиор, созвучное с другим словом, то есть вы сами понимаете с каким, у него было очень интересное поклонение, то есть такое необычное, что ставили идола, и человек на него испражнялся, и тем самым поклонялся богу. Скажете, откуда это такое глупое поклонение, но это мы сейчас попробуем объяснить прежде всего, да, то есть мы объясним, почему такое поклонение было. В Хасидуте объясняется, что все, что в этом мире происходит, вся энергия, которая спускается в этот мир, все, что у нас есть, все удовольствия этого мира, это как пища. Когда мы поедаем пищу, в пище есть большинство питательных элементов, во-первых, пища есть и большинство непитательных элементов, которые выходят с распадом, да, то есть как бы это отходы, отходы, которые выходят из нас, испражнения. Теперь наши испражнения, которые вышли от нас, Тора, говорит, называет это удовольствие этого материального мира. Это все, что не направлено на служение Всевышнего, побочный эффект. То есть поедая обычную пищу, да, то есть хотя мы хотим подняться к святости, мы хотим взять в этой пище питательную энергию, но с питательной мы берем также неорганические, всякие вещества, которые должны быть выделены, они перерабатываются и как отходы выделяются в этом веществе. Теперь то же самое наш материальный мир, наш материальный мир, он как раз и напоминает еду и все, что не связано с служением Всевышнего, как мы сказали, это отходы. И поэтому она говорит, раз ты пришел ко мне, да, то есть ты предпочел физическое удовольствие со мной, ты предпочел его духовному другой работе. То есть ты признаешь, что есть в этом мире, можно идти за физическим удовольствием. Раз ты это признаешь, признай до конца. То есть мы те, которые живем физическое удовольствие, мы живем свое физическое удовольствие. И поэтому это наш Бог, которому мы показываем, что мы поклоняемся отходами. Это Бог отходов. Отходы это деньги зачастую бывают. которые направлены не туда, то есть не святости. Отходы это разврат, отходы это вкусная еда, чисто ради удовольствия. Короче, любые удовольствия в этом мире это отходы. А, ты признаешь, что это отходы? Пожалуйста, вот поклонись так. То есть, по простому смыслу человек думает, ну что, тяжело мне. То есть, наоборот, я не уважаю этого Бога, так я на него еще наделал. Но тут есть духовный смысл. Поэтому очень странно, потому что многие задают этот вопрос, почему Бог пиор. Вот мы на этот вопрос сейчас ответили. Теперь мы продолжаем идти дальше. Мы ответим, продолжаем, что произошло. И евреи начали этим заниматься, особенно колено Шимона в этом преуспело. И тогда происходит такое действие, что глава колена Шимона, Зимри, берет царскую дочь Маава и публично подходит к Маше и говорит, Маше, скажи, это разрешенное или запрещенное? Если бы Маше скажет, что это разрешенное, говорит, так мы же не делаем никакого греха. Понимаешь, что мы делаем для запрещенного? Народ не может устоять против этого соблазна. Почему Тора это запрещает? То есть, да, возьмем и будем, значит, сделаем это разрешенным этим действием. Вот, если ты скажешь, что это запрещено, так как же ты сам женился на Маавитянке? Известно, что жена Маше, то есть была Цепор, это была дочь Итро. То есть, получается, ты сам женился на Маавитянке, тебе можно, а нам нельзя. То есть, что-то здесь не то. То есть, и этим самым Шимон хотел, объясняет Рэбе, говорит о Шимон очень большой, то есть, о Земле, очень большой сход. То есть, он говорит, что Земле хотел спасти еврейский народ. Он не то, что хотел сильно заняться тем, что он занимается, не то, что он так сильно хотел с ней переспать, ну, я не отрицаю, что удовольствие он хотел получить, но в тот момент он просто встал, да, вышел из Оилля и сделал это действие. То есть, Тора говорит об этом, что он не просто он с ней жил, и он хотел это публично показать, чтобы ему было это разрешено. Он хотел облегчить для еврейского народа, для его колена, потому что началась эпидемия, и евреи делают, иначе люди говорят, смотри, что происходит, он должен вывести это в другой ранг. Чему это подобно? Это подобно поколению Ноха, когда пишется, Нох был праведным в своем поколении. Почему праведный в своем поколении? Когда такое окружение паршивое, тогда твои действия даже немножко хорошие, выглядят намного праведнее, то есть, как праведные. То есть, он думал, если я это сделаю, я введу это в другой ранг, я покажу, что народ не в состоянии устоять перед этим грехом, то есть, раз народ не в состоянии устоять перед этим грехом, то надо менять что-то, надо делать это действие разрешенным. Какую ошибку он совершил, это, забегая вперед, я скажу, ошибка очень страшная, потому что мы видим многие люди, которые уходят из равновесия, то есть, или это из-за гордыни, там, не скажем, из-за ненависти, то есть, это Билам, это Балак, это Корах, который сделал действия, которые необдуманные, это Аман, там, еще другие люди, которые делают необдуманные действия, и также это может быть действие из любви, из любви, это подобно Шимону, он хотел, ой, Зимри, он хотел, он любил еврейский народ, и пытался за него заступиться, тем самым сделал действие, которое не совсем правильное. Также мы видим действие Мирьям, которое праведное, Мирьям, она сделала действие, но подошла к Маше и говорит публично, говорит, ты что ж делаешь такое, ты не живешь со своей женой, и тут же покрылась пятнами, хотя она хотела хорошее, она считала, что это правильное поведение, вот, и мы видим еще другие вещи, когда наоборот, мы видим Пинхас, который подходит к Маше и говорит, что тут творится, тут такое, берет копье, как то, что мы будем говорить дальше, да, и выполняет то, что он выполняет, то есть мы продолжим по тексту, что по тексту происходит, что Пинхас видит, мы это продолжим потом, вот, или мы возьмем дочери от Сан-Фахада, то есть это две дочери, которые, подожди, сказали, у нас нету мальчиков в роду, а колено, почему земельный участок должен перейти к кому-то другому, вот, и всевышний, можно ли нам унаследовать еврейский участок, и Всевышний говорит, да, можно, то есть Маше прощается ко Всевышнему, и Всевышний говорит, да, можно, мы видим еще один потрясающий пример, это пример второго Песоха, когда евреи говорят, мы тоже хотим, мы почему лишены, им тоже дается, так в каком случае это божественно, в каком случае это наоборот, непрошлительно, потому что в любом случае надо действовать за классно еврейскому закону, то есть что сказал Пинхас, Пинхас сказал, есть закон, я вспомнил закон, а вспомнил закон, можно выполнять, что сказали то, что это нелогично, Маше, что скажешь, если бы Маше сказал, нет, вам не полагается, наверняка бы они это, вот, они пришли к Маше с вопросом, да, и Маше им отвечает, да, еврейский народ тоже приходит к нему в Маше, что нам делать, все, то есть сначала ты приходишь к Маше, ты приходишь к Равинам, спрашиваешь, это Балахе, если они говорят, да, ты действуешь дальше, вообще, когда у человека есть Рэбе, ему очень удобно, он знает, что Рэбе говорит, он может прийти, и он знает, что это правильное действие, Хасид, настоящий Хасид, не делает действия, которые противоречат тому, что хочет Рэбе, почему, потому что Рэбе знает, как правильно, то есть здесь не может быть ошибки, когда есть рядом Маше, то нужно обращаться к Маше, и спрашивать его, как правильно поступать, если у тебя есть вопрос, то ты не должен задать вопрос, что ты считаешь, что это неправильное положение вещей, ты должен спросить Маше, Маше, объясни мне это, и Маше объяснит, Маше есть рядом, или как Хасид, он выполняет, Маше сказал, Маше, мы выполним, мы выполним, то есть мы идем, как правильно, когда мы видим какую-то вещь, мы спрашиваем, да, и что произошло дальше, мы возвращаемся к тексту, этот Шимон берет это публичное, и заводит ее в шатер, тут подходит Пинхас и говорит, Пинхас, слушай, Маше есть дин ревнителя, закон ревнителя, Маше говорит такую фразу, говорит, тот, кому пришло, то есть кому это пришло, то должен, кстати, выполнить, то есть если ты это увидел, значит ты должен это выполнять, да, то есть очень интересно, вообще, дин Радеев, это дин, который, то есть на эмоциях, это происходит что-то на эмоциях, это закон, который происходит на эмоциях, человек эмоционально озабочен совершением греха, да, И вот именно Дин Радев в этом случае Именно тогда он может Если бы он спросил, а могу ли я его убить Или я не могу его убить То есть он точно знал, что он может его убить Он точно знал, на всякий случай спросил у Маше Ты даст сам учил Дин Радев Все, теперь давайте разберем этот Дин Радев Вот этот закон ревнителя Закон ревнителя очень интересный Он действует только в трех случаях, это очень важно Какие три случая, когда действует этот закон Это вор, который украл что-то из храма Тогда действует этот закон Это проклинающее имя Бога Тогда может быть ревнитель. И это то, что мы сказали, который спит, публично спит с нееврейкой. То есть вот такое вот саипие, оно является проблематично. За это может выйти Дин Радеп, может взять ревнитель и убить. Но при этом должны соблюдаться еще некоторые правила. Одно из правил, это должно быть публичное действие. Это аспект я подчеркнул. То есть это должно было делаться специально. То есть человек не просто там не выдержал. То есть если бы этот Зиммери пошел с Косби, свой шатер, и при этом не кричал, это можно или нельзя, он просто сделал какой-то грех, то Дин Радеп здесь бы не действовал. Потому что это не было действия, чтобы ему предупредили и сказали, слушай, ты делаешь ошибку, это нельзя делать и все остальное. То есть он не человек, который сделал ошибку. Он человек, который целенаправленно доказывает, что это можно делать. Что он делает вещь, которая разрешит. То есть он делает какое-то действие публичное, которое должно вызвать такую реакцию. Теперь еще мы сказали в трех случаях, которые это действие может быть сделано. И три правила, которые это первое действие публично, то что мы сказали. И очень важное второе действие, что человек, с которым он хочет совершить, хочет его убить, он имеет право защищаться. То есть он может просто взять меч и защититься, убить человека, который нападает на него. То есть он взял и защитился, тем самым защитился. То есть это вещь очень опасная. То есть человек, который идет выполнять этот закон, знает, что он потенциальный труп. Тем более, что главу колена Шимона, то есть Зимри охраняли, потому что он был глава колена. У него было много прислуги, у него были люди, которые могли, просто он был не бедный человек, могли просто защищаясь, его убить. И третья, очень важная вещь, о которой мы поговорим, что действие это могло происходить только в момент совокупления. То есть если бы это не был момент совокупления, если бы он пришел раньше, он бы не имел права убить. Если бы он пришел позже, он бы тоже не имел права убить, он должен был сделать это в момент совокупления. Поэтому Всевышний для Пинхаса делает несколько чудес. Одно из чудес, что он именно это все, его никто не убил. Второе из чудес, что он взял копье и проткнул их в то место, где они совокуплялись, и вынес их на копье еще живых. Это третье чудо, что они не умерли пока. И получается, что он все показал, он выполнил закон, как полагается. Они совокуплялись, они были, то есть нарушали то, что это он, это сделал в этот момент. И третье, потом Всевышним заслугу делает его, третья вещь, он его делает первосвященником, дает ему статус первосвященника. И поэтому вот эта вот работа копьем должна была быть чистой, что они умерли только после того, как он их выкинул за пределы стана. Вынес и выкинул за пределы стана. Тем самым он остался чистым, не было нечистоты смерти, он смог быть первосвященником и выполнять свою работу первосвященника. Итак, эти три чуда, которые случились с Пинхасом. И тут у нас возникает вопрос, разве можно убивать человека без суда и следствия? И почему такие странные вещи, да? И мы объясним, что в браке, в еврейском браке, то есть в зачатии ребенка, участвуют трое. Отец, мать и Всевышний. Всевышний нам дает силу, потенциал. Всевышний хочет, чтобы мы продолжали еврейский рот, чтобы мы делали еврейских детей, чтобы мы развивали еврейский народ. Когда человек берет этот потенциал, в котором участвует непосредственно Всевышний, и передает этот потенциал не туда, куда нужно, и он вместо того, чтобы выполнить задачу по умножению еврейского народа, наоборот, рождает нееврейский народ, то он делает грех. И в этот момент он берет не просто сам грех, он Всевышнего пускает в этот грех. И в этот момент за Всевышнего можно заревновать, когда он это делает публично, это приводит к совсем другому действию. Я уйду в сторону, расскажу про, недавно был Ютбет Тамус, то есть мы говорили о предыдущем рэбе, и мы знаем, все прекрасно знают, что такое пикохны, потому что опасно для жизни. То есть ответ, что если еврею подойдут с ножом и скажут, ешь свинину, да, он может ее съесть, потому что он знает, что иначе он может умереть. Да, если еврею там скажут, нарушу шаббат, или мы тебя убьем, он может это сделать. Единственное, что, когда это происходит публично, да, и для того, чтобы выкорчивать еврейскую жизнь, тогда он это сделать не может, да, то есть он имеет право пойти на самопожертвование. Это мы видим в Йосевицкаке, который, предыдущий рэбе, который сравнивается с Пинхасом, да, что он до последнего момента, когда его приговорили к расстрелу, да, и когда расстрел сменили на ссылку и сказали, выезжай в шаббат, в шаббат по закону можно было сказать, что это пикохны, понимаешь, и многие хасиды уезжали в шаббат через Польшу, потому что для сохранения жизни они это делали, потому что меньше проверок было в шаббат, не думают, что хасиды едут в шаббат, вот. И в шаббат они многие уезжали, потому что если поезд отправлялся в шаббат, они отправляли в шаббат, потому что оставаться в Советском Союзе на тот время, в те годы религиозному человеку было опасно для жизни, И поэтому сохранение жизни можно было так. Но Йосиф Ицкар, когда ему сказали, что вы выезжаете в ссылку вместо расстрела, и это будет в субботу, он сказал, что в субботу не поеду. Они говорят, что вы не понимаете, вы играете за гнем, можно расстрелять, дать срок. Он говорит, что делайте, что хотите, я в субботу не поеду. Потому что Йосиф Ицкар понимал, что это шло дело о том, чтобы выкорчевать еврейскую жизнь, чтобы показать, что его пример мог послужить примеру уничтожения еврейской жизни. И когда встает еврей из еврейского народа и публично говорит, что все нормально то, что я делаю, что я делаю разрешенную вещь, и что так должны поступать все, это идет выкорчевание еврейского народа. В этот момент стал человек от Пинхас и сделал свое дело. И поэтому это нужно было в этот момент. Почему именно в этот момент? Потому что если бы это было после, то уже дело сделано, извините, все. То есть он уже отдал свою силу. И за что его теперь убивать? За то, что он сделал какой-то грех? Нет. Уже ревность прошла. Именно момент этой силы. Именно самый момент передачи. Самое страшное это момент передачи. Кстати, одну важную вещь, которую мы должны сказать, что в Торе нет наказания посредственно. То есть на наказание из Торы за связь с нееврейкой. Что делает вывод? Раз нет наказания, значит, это вещь разрешенная. Это неправильный вывод ни в коем случае. Это не значит, что вещь разрешенная. То есть у тебя нет наказания смерти, у тебя нет наказания это. В Торе есть запрет, не женись на них. Потому что человек, который женится, это уже проблематично. А спать с ними нет запрета как такового. То есть это запрет мудрецов, которые говорят, что любой человек, который живет, рано или поздно он будет не только жить, а и женится, и все остальное. Поэтому наши мудрецы это запрещают и по другим действиям. Именно как раз из этого момента, что вот этот потенциал, вот эту силу мы отдаем не туда, куда нужно. Это очень страшно и все. Но так как не было наказания конкретного из Торы за это, очень многие евреи, то есть не многие евреи, были времена и были поколения, когда этот закон нарушался. Были поколения во времена Эзры, когда были совместные праки и были другие времена. И для меня лично важно, что мы говорим, что только в момент греха. Что значит только в момент греха? Потому что мы видим, что иногда становятся очень сильные ярые ревнители и говорят там, как вы можете. Ко мне приходит иногда семья, смешанная семья, скажем. Понятно, что это свершенный факт, который мы получили. Получили не по своей вине. Почему не по своей вине? Потому что нас не воспитывали, наши родители нам не передали это можно, это нельзя. Что можно, что нельзя, не передали еврейское воспитание. И мы получили то, что мы получили. Мы такие, как мы получились. Да, то есть. И если нас руководит любовь к еврею, то мы будем видеть в нем положительные качества, а не искать в нем отрицательные качества. Если в нас, не дай бог, руководит совсем другие вещи, тогда мы будем искать, что он плохого сделал. И здесь я для себя вижу пример, да, почему один ревнитель, а только в момент, потому что момент прошел. И что ж тогда, ты что, хочешь его просто наказать? Нет. Мы хотим его исправить. То есть вопрос, что мы должны евреи исправить, а не наказывать. То есть наказание не нужно ради наказания. Наказание идет ради исправления. В тот момент, да, действительно, это был страшный момент. И поэтому мы говорим сейчас о том моменте, когда человек публично и специально говорит, мне на вашу религию, на ваши законы наплевать, да, в этот момент. Я буду делать, я буду ассимилироваться, я буду идти против Бога. Вот тут вот проблема. Теперь, кстати, очень интересно то, что мы должны сказать, я забегаю вперед. Пинхас, про Пинхаса, есть другая беседа Рэба, о которой мы поговорим публично, поговорим тоже. После всех этих событий мы видим, что Маше просит, чтобы вместо него был другой человек, но не Пинхас. Спрашивается, почему Пинхас ты не хочешь? Потому что он хочет, чтобы был не человек, который руководящий, который... Может ревнить им, который будет за Тору и заповеди так ревновать, и то есть будет наказывать. Жесткий такой человек. Должен быть человек, любящий свой народ. Должен быть человек, который главное качество, его будет любовь к своему народу. Чтобы это не был такой же человек жестокий. Потому что Маше боится, что он говорит, что если с нашим поколением так себя вести, как Пинхас, то результат может быть плачевный. То есть может не остаться того, каким ты будешь руководить. То есть поэтому Маше недостаточно, чтобы Пинхас, он очень просит Всевышнего, чтобы это был именно не Пинхас, хотя Пинхас очень правильный человек. Пинхас был важный момент, нужный момент. Он остановил Магефу, все. Но не всегда нужно, то есть качество обладающего Пинхаса, это не для руководства еврейского народа. Это качество для того, чтобы делать свою работу. Это очень важное и хорошее качество. Но руководитель еврейского народа, самое главное в нем качество, должна быть любовь к евреям. То есть вот это качество должно стоять превыше всего. И это то, что важно Маше, чтобы был руководитель, который любит еврейский народ, это впоследствии. Итак, Пинхас выполняет эту вещь, и мы уже объяснили почему. Потому что еврей, который идет добровольно к нееврейке, он передает свою потенциалу, которую Всевышний в этот момент дает не туда, куда нужно. Вместо того, чтобы еврейский народ рос и вырастал, он делает другую вещь. И здесь очень важно, что нужно сказать, это такая очень интересная вещь, которую я хотел сказать, что очень страшный закон, если мы будем разбирать закон, для меня он страшный, но нет страшного закона, я не опираюсь на свои эмоции. Если в плен попадают евреи, там попадают мужчины и женщины, то очень удивительно. Говорят, что при выкупе, в первую очередь, если не хватает денег, выкупает не женщина, а мужчина. Такая гизанутная, верите, мы можем сказать, не гизанута, как бы, такой, как бы, страшный странный вариант. Почему? Потому что пишется, что когда мужчина, да, то есть его насилуют, то есть насильно, или он, ну, идет на грех со связью с нееврейкой, да, то от этого страшно, то от этого не родится еврей, да. А когда женщину даже насилуют, все равно еврейский народ остается, да, то есть все равно ребенок, которого она родит, он будет евреем, да. Это, да, это, это не очень приятный такой пример, который я привел, но пример такой я смешнее, потому что, когда первую очередь спасает мужчину, потому что если мужчина именно в те времена, когда есть вариант, что мужчину там отдадут там для разврата, да, то есть отдадут для разврата, тогда спасает, в первую очередь, мужчину, потому что женщина, она сотворена такая, то есть если ее насилуют, на ней нету смертного греха, но если мужчина вступает по принуждению в добровольную, по принуждению в связь с нееврейкой, да, то тогда на нем есть этот грех, и он наказывается. Женщина нет, а мужчина наказывается, да, потому что она не виновата, ее насилуют. Скажем, к примеру, история, известная в Пурием, с Эстер, который ходил к Ахаширошу, и она не могла ему отказать, потому что иначе бы она умерла, и в этом случае она вынуждена была, она была каждый раз как будто бы изнасилована вновь, то есть ее как будто бы каждый раз насиловала. Вот, и Дина Раде, кстати, распространяется, мы спросим, она не еврейка распространяется, вот, нам иногда кажется, что когда еврейка живет с неевреем, это все нормально, все равно дети-то будут евреями, да, то есть все равно дети-то будут евреями, то есть как бы дети-то будут евреями, но ты нарушаешь волю Творца, да, то есть дети твои остаются евреями, но ты нарушаешь волю Творца, и есть шанс, что эти дети не пойдут по пути Торы, так говорит наш закон. Почему? Потому что есть все-таки нехорошее отклонение. Вообще, любое влияние есть на семью, то есть когда дети зачаты в чистоте, то и душа спускается более высокая. Когда эти защиты зачаты в грехе, то и в грехе могут быть не очень правильные души. И на эти души будет нехорошее влияние, с которым будет тяжело выбраться от этого влияния. Поэтому очень важно в этот момент нам понимать, почему Всевышний Дин Радеп действовал только именно тогда. Вот. Человек берет свой потенциал, это обтворение, которое ему дает Всевышний. Всевышний дал тебе подарок, а ты вместо того, чтобы этот подарок брать, ты превращаешь его в противоположность. Ты делаешь вещь, которая Всевышнему противна в этот момент. И именно в этот момент как раз и работает этот закон. Теперь дальше, что мы должны сказать в этом отношении. Есть, кстати, очень важная вещь. Она влияет на то, что когда мы уже говорим о совместных браках, это очень больная тема, которую я очень пытаюсь не затрагивать, потому что она действительно больная, потому что мы все так или иначе. У кого-то есть отцы неевреи, у кого-то еще что-то. Очень интересная вещь, что если мать еврейка, мы знаем, ребенок остается евреем. Если отец еврей, а мать не еврейка, то по теории это проблематично. Но! Есть одно но, которое очень важно для нас. Какое важно? Если вдруг человек хочет принять геон, если он стремится к евреисту, то если у него отец еврей, мы не отталкиваем этого человека. Почему? Потому что есть шанс, что божественная искра, которая была у отца, она передалась, именно эта искра передалась этому ребенку. И поэтому, если мы видим ребенка, который отец нееврей, и он тянется ко всему еврейскому, и хочет принять еврейство, мы не должны его отталкивать, мы должны понять, действительно ли он хочет принять еврейство, и хочет жить как еврей. И если он действительно, да, хочет жить как еврей, надо ему помочь. И это не скажешь о другом, если просто человек хочет пройти к Юр. Если просто человек хочет пройти к Юр, мы должны попытаться его отговорить, Потому что непонятно, зачем ему это нужно. А для чего он пришел? Когда мы понимаем, что человек действительно хочет жить как еврей, не может жить по-другому, тогда мы принимаем и помогаем ему. Но пока мы примем, можно его даже отталкивать, даже делать не очень правильные вещи. Что же касается того человека, у которого отец еврей, мы его не отталкиваем, потому что всегда остается шанс, что вдруг божественная искра все-таки попала в его тело. Итак, вернемся к нашей недельной главе, которая с чего начинается. Она начинается с интересного факта. После того, как все то, что произошло, то, что Пинхас сделал, Всевышний перестал гневаться и перестали умирать евреи. После всего этого действия, что евреи перестали умирать, происходит следующее интереснейшее действие. Еврейский народ вдруг начинает говорить, что это сын Пути. Что сын Пути? Он говорит, что Пинхас вообще жестокий человек. Он это сделал не из любви, а из жестокости. Почему из жестокости? Пишется, что его дед воспитывал, выращивал для едовопоклонства родство по одной из линий, что он выращивал скот для едовопоклонства. Это значит, что выращиваешь, выращиваешь это вот, а потом жестоким надо быть, чтобы убить вообще скот. Это надо быть жестоким человеком. Человек, который закалывает скот, он жестокий. И поэтому он жестокий. Почему? Был Маше. Маше сидел, молчал. Еврейские старейшины сидели. И только один Пинхас взял копье и выполнил то, что он должен был выполнить. И значит, начали говорить, нет, это он выполнил, потому что он злой. И даже хотели его наказать. Как вообще он осмелился убить главу колена? И в этот момент сам Всевышний умешивается и говорит, Пинха сын Элазара Коэна. То есть, Арон Акоэна. То есть, он сразу делает связь, Всевышний сразу делает связь, извините за опечатки, как говорится. Всевышний делает сразу связь его с Коэном и говорит, что он это сделал из добра и что не от того, что он злой. То есть, чему мы выучимся в этом? Что двум вещам. Одну идею, о которой я говорил, я к ней сейчас вернусь. А первую идею мы говорим так. Мы иногда видим, что человек делает что-то хорошее. Да, и возникает два возможности поднятия. Одно опустить других. Сказать, конечно, он это сделал. У него было много денег, он это сделал. То есть, мы иногда видим, что один в поле воин. Что значит один в поле воин? Иногда человек делает что-то хорошее, а все другие не делают что-то хорошее. Иногда один человек делает действие, которое спасает, которое решает судьбу, а все другие молчат. И тогда другие говорят, а почему же другие так не поступили? У них есть два решения. Они могли сказать, да, мы поступили опрометчиво, мы должны были поступать неопрометчиво. Мы должны были понять и сделать то, что от нас требовалось. То есть мы, Пинхас молодец, он нам пример, живой пример, он герой. Тогда это одно, Пинхас герой. С другой стороны, можно поступить по-другому, нужно говорить, нет, он особенный, у него денег. Я всегда привожу пример, когда это вот, у меня был один еврей, поводали, и мы когда печатали газету «Шалом», дай бог, что будет еще возможная газета, там висела фотография уважаемого Александра Антоновича, рядом фотография Рэбы. Вот, и он как-то сказал, а почему вы вешаете вот Рэбы и Александра Антоновича, почему вы их равняете? Я ему говорю, во-первых, Александр Антонович сделал для синагог нашего и для Казахстана еврейского столько, сколько не сделал ни один человек, это раз. Поэтому уже только из-за этого он достоин, чтобы он был во главе нашей газеты, на первом полосах. А второе, если бы повесили тебя, ты бы молчал. То есть ты бы молчал, потому что человек говорит, он же не удостоился, он этого не сделал, так чтобы оправдать, почему этот человек это не сделал. А почему сделал, он говорит, ой, то есть я это не сделал, если бы я был на месте другого, я бы делал гораздо больше. Что бы ты делал гораздо больше? Вопрос, поэтому ты не на месте. И вторая вещь, которая говорится, вот как раз, кто находится на чьем месте. Пинхас, это была его работа. Иногда человеку кажется, что раз все вокруг не делают, я тоже буду молчать. Я тоже буду спокойно сидеть. И это очень большой пример. Иногда ты видишь, никто ничего не делает, не двигается. И ты видишь это, и как говорит Маше, если ты получил письмо, иди выполняй. То есть если Герет пришел к тебе, то есть если к тебе пришла запись, об этом иди выполняй. А если тебе попало на глаза эта вещь, и ты ее выполняй. Я помню, когда мы открывали синагогу в Караганде, когда я обращался туда-сюда, не было возможности. Раз не было возможности, раз тебя вопрос этот интересует, значит, не кто-то другой должен пробивать этот вопрос, а именно ты. Раз какой-то конкретный вопрос попал к тебе, значит, это твоя работа. Это была конкретного Пинхаса работа, и он ее выполнил. Так и каждый из нас евреев. Мы не должны смотреть, что кто-то ниже нас, что кто-то не способен это сделать, что все поколение молчит, что все ведут себя неправильно, а я, что буду рыжий, нет. Значит, это твоя работа. Если Всевышний тебя показывает, и никто эту работу не делает, значит, это знак, что это твоя работа, она сделана для тебя. Я всех поздравляю с наступлением шабата. Желаю хорошего шабата. Мы будем молиться за всех, кто нам помогает в этот шабат особенно, за их здоровье, потому что эпидемия свирепствует, и за весь еврейский народ. Давайте все вместе в этот шабат прочтем еще один Таилим, чтобы эпидемии было меньше, чтобы мы, евреи, и все, кто вокруг нас окружает, не пострадали, и чтобы эта гадость ушла со всех людей на всей земле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!